Добрый день, с вами портал Инсургент и с нами вокалист группы Знак Ветра Александр Шумов. Здравствуйте! Доброго времени суток! Расскажите, как вам выставка сегодняшняя? Ну, здорово, интересно. Я, в принципе, здесь далеко не первый раз. Еще годы 2004-го я, в принципе, сюда ездил тогда. Это еще по-другому называлось. Музыка Москва называлась. В этом году вам как впечатление в сравнении с предыдущими годами? Да, примерно так же, наверное. Мы, к сожалению, сегодня выбрались, поэтому еще мало чего успели посмотреть, но, в принципе, вот. Расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве. Ну, я, так сказать, представляю группу Знак Ветра. Мы играем такой шаманский фолк-рок с Сибирью, с горловым пением, с вот этими всеми такими штуками. Ездим по фестивалям по всей стране, в том числе в ту же Сибирь. А какие фестивали в последнее время были у вас? Ну, вот, в этом году мы первый раз были на фестивале «Былинный берег» из самых крупных, а так у нас стандартно платформа, каждый год ездим. На Шака-фесте бываем, в прошлом году были на «Фолксаммерфест», вот, еще тоже каждый год «Зеландкон», это в Казани, в ноябре проходит. Вот, ну, и еще много разных, в общем-то, ну, почти каждые выходные летом по фестивалям. «Былинный берег» вообще отличный фестиваль, была там в 2017-м. В этом году как? Хорошо там все проходило? Да, очень-очень здорово, очень понравилось. Мы первый раз были, то есть мы как посетители тоже никогда не ездили, выступали тоже первый раз там. Очень здорово, очень приятная атмосфера, организаторы молодцы, в общем, мы очень довольны остались. А Шака-фест, он в этом году, вроде, был последний. До этого вы там не выступали, вот, последний год вы успели как раз выступить? Нет, мы выступали дважды, кажется, в 2013-м и в 2015-м, что ли, году, я уже точно не помню, и в 2016-м. Вот, ну, в общем, да, мы дважды уже были, и вот в этом году снова третий раз были там. Получается, в основном у вас Московская область и Казань, и Сибирь, да? Да, еще в Сибири, да, не упомянул. Там есть замечательный фестиваль Устухуре, называется это, в Тувен, проходит в городе Чадан. Вот, мы туда ездили с 2015-го года, три года подряд, вот, к сожалению, последние два года не получилось выехать. Но я надеюсь, что еще они в этом году хотели сделать его последним, но вроде как передумали, вроде как что-то будет, какой-то фестиваль. Там, может быть, по-другому будет называться, а может быть, и так и останется, но, в общем, мы надеемся, что мы еще туда приедем и не раз. Вот, очень тоже интересный фестиваль. Там сочетание этномузыки и джаза, вот, то есть такое вот очень-очень занятное. В Туве очень любят джаз, вот, в общем, вот. Ваша группа сколько лет существует? В следующем году в мае будет 10 лет. Сколько у вас альбомов? У нас, да, к сожалению, записей достаточно мало. У нас один мини-альбом и один сингл. Вот, и вот сейчас скоро выйдет еще один мини-альбом из лайв-записей, он тоже достаточно старых записей, он вот сведен в этом году был. Вот, в ближайшее время, буквально вот в течение ближайшего месяца должен он выйти. Вот, ну, а так мы сейчас как раз начинаем заниматься записью остального еще незаписанного материала. Вот, я думаю, что там вскоре что-то еще появится. А сколько у вас участников в группе? Ну, опять же, мы на данный момент переформировываем состав, сейчас нас шестеро. Вот, мы взяли, вот, недавно у нас появилась новая скрипачка, появился барабанщик, до этого мы играли с перкуссией. Вот, без установки. Сейчас будем новую, в общем, по-новому звучать, посмотрим, что из этого получится. То есть, получается, все 10 лет был постоянный состав, и только сейчас решили поменять немножко? Нет, у нас очень много раз менялся состав, так у нас человек 20 разных музыкантов прошло через группу. Вот, начиналось это вообще как тяжелое электричество, даже без, ну, то есть со стандартным составом, там, с гитарами, бас-гитарой, установкой, там, ну, там, из нетрадиционных для рока инструментов, там, периодически была флейта и аккордеон. Вот, но, вот, а потом мы сместились ближе к акустическому звучанию, то есть у нас вот последние годы мы играли в акустике, без установки, с перкуссией. Вот, ну, вот сейчас решили добавить установку, но остаться в акустическом, так сказать, виде все равно. Эта идея больше ваша или коллективная? Ну, больше моя, мы просто случайно на фестивале поиграли с барабанщиком, так, ну, в порядке джема, вот, нам понравилось, мы решили попробовать, как бы, позвать его на постоянку, попробовать с ним поиграть. Поиграли, нам, в общем, нравится. Все участники из одного города, да? Ну, в текущем составе, да, все из Москвы, вот, ну, как минимум сейчас живут в Москве, вот, а так у нас скрипач сейчас живет в Ярославле, вот, и он, соответственно, из-за этого он редко с нами, ну, предыдущий состав скрипач, он, да, уехал жить в Ярославле, И я из-за этого редко мог с нами, там, играть, репетировать и так далее, ну, поэтому, вот, сейчас мы, там, поменяли немножко состав. Вот. Кто пишет тексты, музыку? Тексты, музыку, все пишу я, вот, ну, а аранжируем, это все, все вместе, соответственно. А что за нестандартные музыкальные инструменты у вас? Ну, у нас, ну, для фолка, наверное, эти инструменты не такие нестандартные, но, тем не менее, у нас есть флейта, у нас есть скрипка, у нас бывает иногда виолончель, у нас всякие перкуссионные интересные инструменты, варганы, ну, и горловое пение, собственно, тоже, в общем, не все его используют. Учается шесть человек и столько музыкальных инструментов, больше вроде назвали. Ну, у нас иногда, нас бывает больше, вот, к нам присоединяются, там, наши товарищи, иногда они с нами выступают, у нас, там, до восьми бывает человек, вот. А, творчество каких музыкантов на вас повлияло? Ну, в первую очередь назову, на самом деле, Егора Летова, потому что в юности повлияло весьма сильно, вот. Вот, также, Калинов мост, из зарубежных, достаточно такое, в общем, это достаточно известное, Металлика и Блайн Гардиан, пожалуй, назову. Вот, так, еще много групп не очень известных музыкантов, как Медвежий угол, Олег Медведев, Корни озер, с ними со всеми я, так сказать, лично знаком уже. На фестивалях? Да, на фестивалях познакомились, вот, да, так получается, что практически вся музыка, которую я, ну, постоянно слушаю, почти со всеми музыкантами знаком. Это очень, так, занятно добавляет. А на каких фестивалях еще бы хотели выступить? Ну, мы хотели бы, я очень давно хочу съездить на фестиваль Байкал Лайф, на Байкале проходит, тоже там многие знакомые музыканты туда ездят регулярно, и, в общем, очень все его любят. А вы связывались уже с организаторами этого фестиваля? Когда-то давно было, да, тогда не получилось, а сейчас у нас просто по времени не получается, и вообще, ну, до Байкала доехать тоже не самая простая задача. Вот, мы везде почти ездим на машине, вот, и в том числе в Сибирь, вот. На машине, в шестером, то есть, как это у вас, большая машина, а, или на несколько разных машин? Мы ездим, ну, мы обычно далеко ездим не в полном составе, то есть, мы каким-то камерным составом, там, втроем, вчетвером, вот, как-то так, там, ну, или кто-то там отдельно на поезде может доехать, вот, но, то есть, в полном составе мы там дальше, в Казани, по-моему, не ездили. Ну, вот, а туда, в Сибирь, в основном, там, ну, вдвоем, втроем, вот, и, ну... Ну, самое дальнее, получается, в Сибирь ездили? Самое дальнее, да, это Тува, самое дальнее, вот, Устухура, это пять с половиной тысяч километров от Москвы. Когда приезжали на фестиваль, вы еще оставались в городе, или вот на фестивале от выступали и уже уезжаете обратно? Ну, мы, там, там это не то, чтобы совсем в город, там городок-то очень маленький, ну, если это просто у Хуре речь, вот, там городок семь тысяч человек всего, то есть, он как поселок, вот, и на окраине, собственно, проходит фестиваль на поляне. Ну, мы были все время, на все протяжении фестиваля, вот, все три года, когда мы были. Там еще есть интересная традиция, это хоро, это буддийская традиция, шествие к храму, вот, она, то есть, они от фестиваля идут там, собственно, вообще, сам фестиваль Устухура, он был устроен для того, чтобы восстановить буддийский храм, но, правда, организатор подчеркивает, что это не религиозный фестиваль, не какой-то, а вот, это именно мультикультурный, для объединения разных людей, разных культур, то есть, туда иностранцы приезжают, вот. Так вот, храм восстановили, вот, благодаря фестивалю, и теперь там ежегодно, во время фестиваля, в один из дней, проходит, вот, хоро, это шествие от фестивальной поляны до храма, это примерно 12 километров, вот, и, ну, считается, что хоро позволяет, так сказать, очистить разум, вот, подумать о чем-то таком, что-то для себя понять, вот, когда ты, вот, этот, это путь, путь такой, вот, который, в общем, как-то тебя, делает тебя лучше, делает твою жизнь более гармоничной. И ваши ощущения от прошедшего вот этого пути? Ну, в какой-то степени оно работает, да, в общем, ну, там, вообще, так, помимо, даже, всех этих, тонких материй, там очень красиво, в ту вест потрясающе красивая природа, степь и горы, это сочетание такое, прям, очень здорово, так что всем рекомендую. А какие еще города вам понравились? Ну, еще, я очень люблю Казань, еще один из, тоже, любимых городов Красноярск, вот, Волгоград, Ижевск, в Ижевске у нас очень много друзей, мы каждый год туда, раз в год примерно туда ездим с концертами, вот, а не с концертами иногда и чаще, вот. Ну, вот в этом году первый раз побывали в Перми, правда, там без концерта просто вот, просто, вот, и тоже очень понравился город. Да, на самом деле много, у нас на просторах нашей необъятной много красивых городов. Сейчас, сейчас нет, я торможу, сейчас. Так. А, про религию мы ничего не спрашиваем, да? Как хочешь? Ну, я хотела про буддизм спросить. Я про буддизм не знаю ничего. А, не, я просто думала спросить у религиозных. Ну, ладно, я спрошу. Насчет буддизма, вы сами какую-то религию споведуете? Ну, я, можно сказать, можно сказать, что нет, у меня есть, конечно, какая-то своя система взглядов, она ближе, скорее, к язычеству и шаманизму. Вот, но я, как бы, отношусь к представителям других религий, отношусь вполне нормально и без каких-то... Шаманизм какого именно народа вам больше всего близок, интересен? Мне, на самом деле, интересен совершенно у разных народов. Вот, в свое время мне попала в руки книжка «Сказки и предания Нганасан». Это такой, ну, наверное, даже не все знают, что есть такой народ. Это самый северный народ на территории нашей страны. Они живут на Таймыре, их там всего меньше тысячи человек, по-моему. Вот. Но меня очень впечатлило. Ну, да, там был ученый-исследователь, я, к сожалению, забыл его фамилию. Он долго их изучал и вот собрал из устных источников, их сказки и предания, собрал в книгу. И вот она была издана, и вот, как когда-то мне она такая попалась, было очень интересно. Я стал интересоваться, собственно, их традицией, ну... Сможете какую-то интересную традицию сейчас вспомнить? Наверное, так, на вскидку, вряд ли я что-то соображу, но тут... У многих шаманов обряды инициации, вот, древо мировое, там, какие-то семь ступеней, ну, как я вот вспоминаю, по институту мы проходили. Похожие вот архетипы вот эти вот? Или есть какие-то различия, вы в этом, наверное, больше разбираетесь? В принципе, можно сказать, что да. Ну, я, честно говоря, глубоко, опять же, так не могу сказать. Но в целом архетипы вообще близки. Ну, я так тоже с позиции просто, так сказать, интереса, с научной точки зрения этим не занимался никогда. Да, вот, но вообще у многих народов действительно похожие традиции, похожие обряды встречаются, и, в общем, все везде так развивается. А когда вы начали интересоваться этой темой? Наверное, ну, вообще интересоваться начал с детства, как-то так получилось, но более глубоко, наверное, лет, не знаю, 10 назад, может быть, вот, как-то так. Какая-то книга, может, посоветуете? Сложно. Я помню, Элиада Мирчи у нас в институте эту книгу задавали. Вы не помните такого писателя? Нет. Мы по ней эту тему проходили. Нет, я, наверное, тоже. Ну, разные статьи, наверное, в интернете. Ну, из статьи в интернете есть какие-то просто книги, я, честно говоря, просто авторов не запоминал, просто книги по традиции разных народов, там... А, кто-то из знакомых советовал где-то у кого-то? Ну, я просто, ну, опять же, в интернете есть тематические всякие сайты, там, типа, вконтакте группа, по-моему, мифы народов России или что-то такое. Ну, то есть есть тематические всякие группы, там выкладывают периодически всякие научные исследования, научные книжки именно по мифологии, по традициям, там, ну, вот такие вещи. Вот, но, опять же, не скажу, что я там это очень глубоко и подробно, это все знаю, вот, но так больше такой просто. А тексты как-то связаны с этой тематикой у вас? Ну, в какой-то степени связаны, но связаны, скорее, с моим внутренним ощущением этого всего, то есть они не привязаны к, там, какой-то традиции. Хотя у меня есть одна песня, которую я старался именно, вот, ну, привязать как раз к вот этой северной инганасанской, ненецкой традиции. Ну, в целом, да, это скорее мое внутреннее ощущение, да, вот где-то в какой-то книге, я тоже уже забыл, есть, как это, классификация шаманов. Ну, то есть, автор, там, что-то типа книг про городских шаманов что-то, ну, то есть, как городскими он считает всех, как бы, людей, которые как-то практикуют или, ну, имеют какое-то отношение к шаманизму, но живут в условиях современного, ну, современного мира, современного города, то есть не аутентичны, там, в тайге, там, или в горах, а, ну, как бы, как обычные люди. Вот, и он их делил на шаманов традиционных, которые, ну, там, ездят, вот, как раз, там, эти, в горы, там, или в тайгу учатся, там, у, как бы, тех, кто сохранил еще традицию в аутентичном виде, ну, а там проходят, соответственно, посвящение, там, и как-то, вот, ну, а потом это, соответственно, ну, возвращаются обратно в город и как-то, вот, живут с этим всем. Ну, вот, еще есть, да, шаманы, нео-шаманы, то есть, которые тоже проходят обучение, но по каким-то новым традициям, там, приводилось, в пример, викка та же самая, вот, ну, тоже какая-то традиция, тоже посвящение, вот, и есть третья категория, он их обозвал сам себе шаман, это когда, ну, не то, чтобы самопровозглашенный, когда человек просто, ну, интересуется темой из разных, ну, то есть, свое мировоззрение собирает, грубо говоря, из разных, из того, что он увидел в каких-то традициях, просто в окружающем мире, то есть, вот, то, как он сам себя, сам для себя это все увидел и ощутил. То есть, грубо говоря, он начитался книжек, но не проходил какие-то обряды инициации, обучение у потомственных шаманов. Да, 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 то есть, ну, может быть, начитался книжек, нагулялся по лесам, вот, накатался по местам силы, там, и все такое, вот, наловил впечатлений, соответственно, от этого, и у него сложилась какая-то своя картина мира. Ну, третий глаз открылся, да? Ну, это уж как не повезет, вот, ну, вот я, на самом деле, как раз к третьей категории, в общем-то, и... Относитесь? Ну, по сути, да, вот, то есть, я, у меня вся моя, то есть, у меня, моя система взглядов, она не привязана к какой-то конкретной системе, она вот именно собрана из, из всего. Вам какие-то видения, сны, сила какая-то, голоса? Ну, голоса в голове, это... Ну, голоса в голове у всех. Опасно, да, ну, да, там, в принципе, со всеми бывает. Ну, мне кажется, что вообще это такие вещи, то есть, не... Ну, как это, способности... Раньше, говоря, это вещи, которые доступны, в общем, каждому, но кому-то, в общем, у кого-то больше способностей, у кого-то меньше. Ну, так же, как это, рисовать можно научить кого угодно, в принципе, но кто-то будет, да, там, великим художником, а кто-то будет, ну, просто уметь рисовать. Ну, вот, ну, тут так же, а что, ну, вот. А остальные участники вашей группы, они тоже интересуются данной тематикой или... Ну, кто-то интересуется, но они менее... Ну, то есть, им это не настолько глубоко лазит, хотя, в принципе, наверное, многого о них не знаю, то есть, но, в принципе, им, да, им это интересно, им, ну, как минимум... Да, то есть, им интересны традиции, интересны какие-то, вот, ну, как это, эстетическая сторона, то есть, музыкальная, ну, то есть, как это, музыкальная сторона этого всего, там, этническая музыка, вот. А у всех участников группы есть музыкальное образование или как самоучки? Ну, в данный момент у нас, ну, у меня музыкального образования нет, я никогда не учился ни гитаре, ни вокалу, то есть, я самоучка полностью, вот. У нас другие музыканты, ну, флейтисты, скрипачки, они с образованием среднеспециальным, по-моему, оба. Вот, хотя, ну, флейтисты, не уверен, да, честно говоря, там, да, перкуссионисты тоже, по-моему, без образования, вот, ну, в общем, кто как, короче говоря. Ближайшие ваши творческие планы какие? Вот, ну, сейчас вот мы будем заниматься записью материала, который мы еще не записывали, плюс у нас, соответственно, в начале ноября мы снова поедем на фестиваль «Зеландкон» в Казань, вот, и где-то в ноябре будет, ну, планируем большой концерт, но пока еще нету точной даты и места, вот, но будет, как это, презентация полного нового состава, можно так сказать, вот, ну, то есть, это будет первый большой концерт в обновленном составе. Вот, как-то так, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Отлично, спасибо вам за интервью и желаем вам удачи. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...